Как правило, большие обновы делаются к осени ближе, да? Либо летом они обкатываются. Ну, Таиланд подключили к Etsy Payments. Украину подключили к Etsy Payments. В Казахстане, в принципе, тоже шанс велик. Мы уплотнимся и попробуем. Вопросы глобального плана я уже не буду сегодня обсуждать, поэтому можем с вами пообщаться на общие темы. Я ничего не слышала из того, что Руслан говорил. Ну, что, это если возвращаться к SEO, я уже все сказал. На Etsy вводятся новые разные штучки. Ну, те, кто был на эфире, те, кто в курсе. А вы, Наталья Викторовна, рисуйте. Ваша задача состоит в рисовании. Все остальное мы уж как-нибудь продвинем. Сегодня вот пришло три заказа. Тут пришло два заказа и одна продажа с заказом. Ну, заказ, понятно, отсюда, а продажа из Турции. Я решила, что я лучше повторю ее отсюда. Будет эффективнее. Чем отдельно оттуда слать, тратить дополнительно 15 долларов на пересылку. Целесообразно. А тут получается, пересылка даже двух будет дешевле. Стоит, чем там пересылка одной. Короче, решила нарисовать у нее тоже. И тут еще параллельно пришел разбор бодиграфа. И я, короче, вся получилась завалена работой. Очень сильно. Ну, мы тебя сами, это самое, переживали, что будет мало заказов. Сделали скидочки побольше. Ну, и алгоритм радостно насыпал. В связи с этим. Поэтому теперь вот... Кстати, еще сегодня не вечер. В США только 7 часов утра. Сейчас, может, тоже навалит. К ночи. Здесь теперь у нас продажи происходят в два этапа. Утром насыпает как раз где-то часов 8, там, с 6 до 8. Давайте еще какие-нибудь вопросики накидать, поболтать охота. Потому что давно в эфир не выходила. Возьми, поболтай, о чем хочешь, пока вопросов нет. А у меня голова пустая. Я полдня думала про дизайн человека, а потом вот рисовала молча. У меня как-то нет ничего насущного. Взмедитнуло хорошо. Понятно. Как тебе тайский магазин живописи? Расскажи. А, да. Такое случилось чудо. Материализация называется. До этого... Ну, один только магазин, в общем-то, мне нравился. Потому что в нем выбор был. Приехали. Он в гипермаркете находится. Там, короче, часть товаров как-то поменялась. Вообще пропала вот эта акварелька с акаби, которую я хотела купить. Вот. Но масло есть. Этот Винтон есть. Ван Гог есть. И вот местное тайское масло. Но я его не покупаю за запах. В этом году решила не покупать. Раньше когда-то я им рисовала. Вот. А потом иду просто по улице. Буквально 200 метров от дома. Смотрю констовары какие-то, магазин большой. Думаю, зайду. Захожу. А там такое, знаете, как вот второе двухсветное помещение. И второй такой балкон с лестницей. Внутри сала сделано. Огромные-огромные вообще констовары. И там, короче, где балкон. Все, короче, даже в описи. И там это и акварель, это кусака, бич. Вот там только нету. И холсты. Надо обзор. Я вообще, да. Ну вот, конечно, этот Винтон, он подороже здесь, конечно, чем в Турции. Но, в принципе, вменяемый, я считаю, цена все равно. Мне кажется, как в России, возможно, он. Где-то 450 рублей, получается, тюбик. Вот. Но я с собой привезла часть красок. Основные привезла с собой. Тут я пока купила только большую тубу ультрамарина Ван Гога. Она порядка, по-моему, рублей 900, что ли, мне обошлась. Ну, или тысячу где-то. Но я считаю, за большую тубу 200 миллилитров это недорого. Вот. И, короче, вот так вот. И самое сложное было найти картон. Ну, в итоге я нашла картон, достаточно хороший, но он только формат А4. То есть вот если на две квадратные работки, небольшие. Вот. Но арголиты тут везде продаются. Арголиты, в общем-то, дешевле, кстати, дешевле арголит, чем в Турции. Не знаю, почему. Здесь, правда, очень дешевый арголит. Картон с арголитом примерно одинаковый по цене. Вот. Ну, вот надо сейчас, я уже подумала, что белило надо уже, наверное, подкупить. Там, кстати, были эти винтон, большие тюбики, по-моему, белило титаново. Вот в этом магазине, кстати, может быть, в нем и купить. Я видел. В Таиланде любят собак, спрашивает Катя. Возможно, с животными жилье снять. Слушай, собак они любят, да. Они как-то кошек в дом не пускают. Кошек как-то они, вообще как-то кошек не очень тут много. И вообще после Турции, я хочу сказать, тут бездомных животных можно сказать, что нет. То есть на улицах нет практически вот таких просто бегающих собак или просто бегающих кошек. В Турции там в каждом дворе обязательно какой-то выводок котов, которых все кормят. Они зажраты, у них там и вода, и еда, и домики кошачьи. Тут вообще ничего нет, нет так странно, необычно после Турции. Вот. А собак, ну, в частных домах держат, в дворах, да. То есть, ну, кто-то в доме держит, любят, а не декоративных шпицев, очень любят. Вот. А вот так вот, чтобы на улице, там, сказать, вот как в Турции или там, как в России, чтобы было куча каких-нибудь собак при магазинах, вообще ничего я вообще не вижу, никого. Ну, только вот там было, в поселке. Поселиться с животными, ну, где-то можно, где-то нельзя. Вот у нас кондо запрещено с животными. Вот. Это надо узнавать конкретно, конкретные, вот, правила конкретного кондоминиума. Вот. Здорово, что есть заказы. Да, конечно, я как раз не был долго заказов, как раз. Я снизила, просто поставила 50% скидку на заказные работы. Вчера поставили, вот сегодня пришли за два заказа, получается, пришло. До этого стояло 25, потом мы сделали 35, не было заказов, 50% когда поставила. Ну, у меня просто на заказные работы изначально цена выше, больше, чем в два раза, чем на готовые. Поэтому у меня есть, как бы, возможность для маневра, да, если совсем нет заказов. Потому что, например, вот первая продажа из Таиланда была, как только мы переехали, это был как раз заказ по вот этой дорогой цене со скидкой 25% всего. Поэтому, когда, как бы, бывают и более дорогие заказы, заказывают, да, бывает, приходится вот за счет скидки. Живот, наверное, только если в дом снимать, по-моему, так. Очень сложно найти, чтобы можно было с животными. Люди очень мучаются, по ощущениям сложнее, чем в Турции с этим. Слушай, ну вот, например, у Марианы все время 20 кошек живет. Просто она всегда живет в частных домах. Надо снимать частный дом, частный дом надо снимать, и тогда можно жить с животным. То есть у нее всегда, и во всех домах, где бы она жила, куча каких-то кошек не приблуждалась, котят нарождалась, вот. И собака у них жила в том доме, вот, где до этого долго, они много лет прожили, лет 7. Вот, но про квартиры, да, вот не знаю. Я, да, не вижу, чтобы с питомцами гуляли. У нас в правилах написано, что без питомцев. У других как не знаем. А, варность высокая, как сохнут картины. Да, очень прекрасно. Здесь солнце просто очень крепкое. Да, солнце мощное. У меня волосы даже поменяли цвет. У меня турцы не меняют волосы особо цвета. Тут прям сразу стали какие-то желтые. Сушу картины по методу парничка. Делаю лоток из картона. Это как вот этот, Дима. Сверху пакет, и оно там внутри как-то быстро на солнце, на балконе ставлю. И оно там на солнце, чук-чук-чук-чук. Два дня, и все, заказ высох. Один раз поставили под стекло машины, там еще быстрее высохло. Вот Ольга Никитина написала, что цены очень радовали на Пхукетчин арт-материалы. Ну, наверное, может, по сравнению с вашими ценами в ЮАР, Оль. То есть, смотря с чем сравнивать. У вас, наверное, просто дорогие арт-материалы. В Турции просто очень дешевые, поэтому тут все равно подороже получается. Но есть местное масло, местные масляные краски. Они неплохие, просто они на каком-то странном масле, и они сильно пахнут. А так я ими рисовала все те годы, пока мы тут зимовали. Так, по-программ, где вы берете вдохновение на работу на заказ, или рисовать повторы того, что продается. Ну, я много лет как бы от этого отказывалась. Но потом, когда я, получается, спектр работ однотипной сделала, я, по сути, даже новое рисую, достаточно похожее на старое, уже проданное. Вот. То есть у меня работа достаточно однотипная. И в какой-то момент я поняла, что чем рисовать однотипное готовое, проще за большее деньги нарисовать то же самое на заказ. Просто когда однотипная работа, это делать проще. Когда более разнообразная, мне тяжелее на заказ работать. Потому что на каждой работе надо сосредотачиваться. Плюс маленькие форматы очень упростили это. То есть большие форматы на заказ, это, конечно, для меня очень энергоемко. Не люблю. Вот. Иногда беру изредка, но очень редко сейчас уже. Скоро у нас фестиваль цветов будет. С первого фестиваля. Это у нас сплошный фестиваль. Один фестиваль закончился, тут же новый должен начаться. Ну, тут, как говорится, сам Бог велел цветы рисовать. Тут цветы кругом. Цветы, цветочные парады будут еще тут впереди. Парад цветов. Вот один завершился фестиваль в январе. Как раз мы приехали под его открытием. Да, когда будут движущиеся платформы полностью из цветов, такие огромные. Это будет, наверное, в следующие выходные. Они обычно первые выходные февраля. Фестиваль цветов. Со всей страны люди сюда съезжаются. Китайский Новый год еще скоро. Надо посмотреть на этот парад. Кстати, жалуются, что уже жилье не снять в ГЭСТах. Потому что китайцев понаехало. Из-за китайского Нового года? А помнишь, вы в Вьетнаме как праздновали китайский Новый год вообще-то? Да, так они приезжают все сюда. Столько народу было вообще жесть. Во-первых, приезжают родственники. Здесь в Чангмай еще и китайская диаспора достаточно большая. Поэтому сюда приезжают родственники еще. Из Китая непосредственно. И тут тоже все гостиницы тоже. Можно будет макапов для листингов снять на цветочном фестивале. А каких именно макапов на цветочном фестивале? Тут и без цветочном фестивале цветов везде полно. Если что-то как-то каких-то заставок, то их много можно сделать. Какая-то любимая еда? Ну, мы вот любимые. Я уже рассказывали. Треугольнички с рисом из нори внутри с рыбой. Вчера мы ели одну из нашей любимой еды. Только первый раз в этом году. Название, правда, мы не знаем. Ну, тут суп – это такая условная вещь. То есть это горячий бульон, в который кладут лапшу, которая сразу же там доходит рисовую. Какие-то шарики. Вот, какие разные другие начинки. Там где-то мясо, какой-нибудь зелень. Турам, ногчика разного. Но вот любим суп, да, с рисовой лапшой. И они, короче, какой-то бульон туда добавляют. Мы не знаем, что это. Мы не знаем, что это. Это, оно имеет кисло-сладко-соленый вкус. Оно коричневое, имеет кисло-сладко-соленый вкус, прозрачный. Они его добавляют отдельно в куриный бульон туда. И кладут еще такие шарики. Они, как бы, получаются форсой сделаны. Такие шарики. Это много видов этих шариков тут продается. Ну, типа такие, как фрикадельки. Но вот за счет вот этого бульона, кисло-сладко-соленого, у него вкус, знаете, как, наверное, вот жидкость в борще. То есть, представляете, жидкость в борще. Она кисло-сладко-соленая. Вот такое, очень вкусно. И вот этот суп, знаешь, мы вчера едем, блин, я сейчас опять с ним захотелось. Как раз не холодная. Вчера едем. А вот, потом у нас есть еще любимое блюдо. Это тушеная свиная нога. После Турции мы тут по свинине отрываемся. Очень-очень вкусно. Короче, свиная нога варится. Это на фудкортах такие. Вот фудкорты, как бы в этих гипермаркетах, где в центре столы, да. А по краям такие, получается, как маленькие магазинчики. Каждый что-то готовит, да. Ловчонки. Такие, вот в этом большом помещении. И, то есть, ты можешь в разных местах взять все, что ты хочешь, сесть, как бы поесть. Для всех общие столы. И очень красиво, как правило, там прям, как в хороших кафе, очень красиво. Ну, по-разному, конечно, бывает. Ну, вот я в нашем гипермаркете, который рядом дома, там прям, они какой-то красоты за эти 4 года наворотили. Раньше было попроще. Вот, и вот, значит, тушится свиная нога в большом таком чане. Бульон такого же похожего цвета, я не знаю, коричневого, темно-коричневого. То есть, я не знаю, что это, может быть, это какое-то, как этот, помнишь, нам как в сумолете давали в коричневое. Ну, не знаю, короче, что. В общем, короче, в каком-то коричневом бульоне вкус другой, не такой, как у супа, но тоже коричневый бульон. И тушится эта нога. И вот они, короче, кусок на яд резают, получается, там часть жира, а часть мяса. Ну, мы мясо едим, а жир не едим. Ну, Руслан, она немножко жира ест, я нет. Вот. Ну, и рис к этому просто вареный. И они, как бы, получается, этим бульоном поливают этот рис. Это не острое, кстати, скажу. Оно все не острое. Потому что мы не едим, мы острое не едим. Нет. Острого тут много, но тут много и не острого. Тут, на самом деле, есть еще и не жирного, и не острого. Вот. И вот этот бульон, вот этот подлив очень вкусный с рисом. Ну, и как бы само мясо вот это вот, оно такое мягкое. Ну, короче, очень вкусная эта свиная нога. Вот. Потом, ну, как бы просто простое такое блюдо распространенное. Это просто кусок куриного филе отварного и рис. Ну, я думаю, что они во все кладут глутамат, потому что глутамат прям мешками в магазинах продается. Поэтому, возможно, еще за счет этого оно вкуснее кажется. Ну, реально, это реально вкусно очень. Не без этого. Потом еще тут, поскольку в Турции проблемы были с рыбными консервами, да, они были, их практически не было, они были очень дорогие. Вот. И многие в масле, я в масле не ем, рыбные консервы тут. Жирные продукты не ем. Вот. Сардины в томате. 20 или 18 бат баночка. Вот. Короче, вот эти сардины в томате из консервов очень вкусные. Потом тут очень большой выбор мясных продуктов. В отличие, опять же, от Турции. Вот. Очень много всяких сосисок. Я очень люблю сосиски. Большой выбор сосисок. Они вкусные. Действительно вкусные. Они такие, как в Турции странные. Вот. Потом есть, ну, ветчина, да. Например, обычная свиная ветчина. Очень вкусная. Вот. Но она, правда, продается только небольшими нарезками в упаковке. Вот как в магазине тут 7-11 круглосуточный такой, по принципу супермаркета колдома. В нем, как бы, эта ветчина. Ну, на самом деле, нет. На самом деле, в больших гипермаркетах там большой выбор всякой ветчины. То есть, оно просто в больших гипермаркетах мы, ну, не каждый день бываем. Да, в крок обычно не покупаем, а вот то, что проще купить, недалеко от дома. Ну, то есть, короче, мясных продуктов очень много. Вот. Потом что, например, ну, крабовые палочки я еще тут ем, очень вкусно. Тут соевых продуктов много с разными вкусами. Тоже очень вкусно, соевые какие-то шарики, кубики. Вот я недавно купила кубик с фиш, 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 как он называется? Тофу. Фиш тофу. Фиш тофу. Короче, из тофу много. Ну, дико вкусно, на самом деле. Наверное, отчасти за счет глутовато. Вот. Сюда его. В общем, еды тут хватает. Еды прям реально много. И еда есть на любой кошелек, на любой вкус. Готовой еды очень много, но мы готовы вот именно, допустим, на макашницах. В отличие от Турции, они не готовят дома обычно. Хотя на макашницах дешевле. Как раз любят еду покупать на улице. Вот. То есть, много всяких супов, вот этих гарниров, смесных блюд очень много. Вот. Вегетарианские. И, по-моему, вегетарианских тут меньше. То есть, у меня были друзья вегетарианцы, они как бы жаловали, что в основном все такое либо с яйцами, либо с... Всяких омлетов много. Омлетов, вот, яичниц всяких. Руслан любит омлеты у нас. Ну, я как бы, то, что вот это я себе дома делаю. Там овощи просто с яйцом, да, так это я тушу, это я дома делаю. Вот. А так, в принципе, ну, овощей много, да, всяких. На крестьянских рынках дешево довольно, овощи стоят. Я очень люблю местную баклажан. Сколько стоит говядина, Дима спрашиваете? Говядину мы покупали. Короче, только в одном месте в городе мы знаем, где она есть. Это не в городе, это в деревне, где мы жили. Потому что там мечеть, и там стоит мусульманка на рынке и торгует конкретно говядиной. Обычные тайцы, они говядину не едят. Они едят свинину, курятину. Индюшатина здесь нет. А, кстати, свинина по-тайски там... А в гипермаркете говядина в основном импортная из Австралии, стоит очень дорого. То есть мы съездили, сразу купили оптом 3 килограмма. Просто у нас место там было знакомое. Мы там жили рядом, вот этой мусульманской торговки. Она стоила, по-моему, 800 бат за 3 килограмма мы отдали. По 200 с чем-то бат получается. Ну, дешевле гораздо, чем в Турции. Наверное, раз в два дешевле, я думаю, чем в Турции. Причем говядина идеальная. То есть в ней ничего не надо обрезать. Потому что в Турции там какого-то, пардон, там каких-то с жиром, с кусками. Жил. Вот эти куски какие-то, да. И это по такой бешеной цене, там по 400 лир, как бы. Все равно ты обрезаешь, потому что я жир не ем с говядиной. А тут прям классная вырезка. Чисто прям мясо без всякого жира. И вот мы купили 3 килограмма за 800 бат. И покидали кусками мурачевку. Теперь, наверное, будут долго готовить. Вообще тут до хрена продуктов. Знаете, тут же есть еще всякие национальные блюда, не тайские, которые тоже продают. Например, вьетнамских очень много. Вьетнамцы делают типа пельмешков. Очень много с разных видов начинков. Но они все, конечно, такие чуть-чуть перченые. Со спец. Вот, да. Вот такое вот. В магазине, конечно, в большом магазине вот этих, как это, полуфабрикатов. Очень-очень много всякого вида еды. Вот. То есть, ну, реально после Турции просто, понимаешь, это изобилие. Вот. То есть мы в Россию раньше ездили, отъедались всегда. Вот. А сейчас вот мы тоже рады были увидеть, что тут много еды всякой. Фрукты я покупаю, все время ем. Да, я люблю драгонфрукты. Вот эти розовые, да, с такими штуками. Это плоды кактусов. По 60 бат они. Килограмм на 2,5 умножайте. Арбузы. Вот на крестьянском рынке маленький арбузик 20 бат. И вот я, мы взяли, сегодня как раз были на этом на крестьянском рынке, взяли 5 арбузов просто на 100 бат. И я их буду постепенно есть. Руслан фрукты не ест. Такие небольшие арбузики. У меня килограмма по полтора, наверное. 20 бат это. А 2,5 умножить. 50 рублей. 50 рублей такой арбузик. Вот. Ну, я еще люблю рисовую лапшу. Потому что я прям вижу разницу между рисовой лапшой и пшеничной. Гораздо лучше она действует на тело. Точнее, наоборот, нет той побочки, которая есть от пшеничной лапши. Ну, глютена нет. Мы как бы сейчас перестали вообще макароны. Или там в этой лапше есть глютена. Ну, пшеничная. Просто в Турции все из пшеницы. Там никак не обойтись. Ты там бугур ешь, крупномолотые, мелкомолотые пшеничные макароны. Вот и еда в Турции. Да, тут как бы без этого можно прекрасно обойтись без пшеницы. Потому что все-таки пшеница, отеки, это не самый лучший продукт, между нами говоря. Вот эти рисовые, вот эта лапша, она вообще не дает. Но она вообще не слизеобразующая. То есть от нее нет никакой вообще побочки. Вот, она может менее вкусная, да. Но ты как бы ешь ее с чем-то там, не знаю, с кетчупом, с чем-нибудь. Ешь соусом каким-нибудь. С грибным соусом. Обретай, да. Тут есть, кстати, перловка моя любимая. В Турции перловки не было. Теперь у всех слюни текут и аппетит разгорится. Я же умею это вовлечь, поднять этот интерес, да. Ох, это не специи. А если с соусом карри, конечно, есть, то слезы из глаз текут и прочее. Ну, Руслан иногда попадает на острые продукты. Я, конечно, острые не ем. Нет, нет, если говорить о соусах. А вот, кстати, недавно купили макро, тут есть оптовый магазин, да. Купили макрососиски, полкилограмма сосисок. Я такая радостная, вроде знакомая фирма. Не указано, что они с перцем. Начала есть, они острые. Вот это вот фигня была, конечно, обломалась. Первый раз такое. Обычно они рисуют перец, если вообще он добавлен. В обычных продуктах перца нет. Вот, что я попала на перченый. А, однажды купила, мы любим сосальные конфетки такие, ну, типа, без сахара, да, всякие, типа, холст, вот такого вот, типа, маленькие конфетки на кассе, которые лежат, вот. Купила конфетки, вот, тоже ничего не предвещала. В конфетках, а, конфетки с арбузом. В конфетках красные вкрапления. Ну, я думала, это куски арбуза. Я начала сосу конфету, блин, как начало жечь во рту все. Думаю, ё-моё, они сюда красную перцу пиханули. Вот, а ты их доел? Да, все. Доела. Короче, перченые конфеты. Они часто, кстати, к фруктам дают нарезку фруктов, да, упаковочки на улицах продают, такие пленки затянутые на пластике. И дают к ним пакетик с солью и пакетик со специями, с острыми. Вот, это как бы вот, чтобы... Чтобы макать и... Чтобы не очень сладко было. Вот это свежее, да, меня смешило. Тут есть некоторые вещи странные, которые, ну, нигде я больше не ела. Например, я так называю сладкая картошка. То есть какой-то корнеплод, который продают в отделах, там же, где и фрукты. Он на репку похож. А, да, он на репку, кстати, похож. Это просто сладкая картошка, в которой нет ощущения крахмала. Вот представьте, картошка, но она как бы немножко поводянистее, такая чуть-чуть попрозрачнее. Она сладенькая, ну, причем такая непритерная, а вот такая приятно сладкая. Такая, ну, как бы нажористая, и в ней вот этого ощущения крахмала нету. То есть прикольная штука. Она такая, ну, как раз не очень притерная, потому что очень сладкие фрукты я не ем. Я не ем манго, например. Я не ем цитрусовые. Ну, как бы, кстати, помило я ем, я не ем мандарины, апельсины. Тут апельсинов нет, мандарины. Тут сейчас, кстати, сезон мандарин. Всякие мандарины, танжерины. Их много видов, всяких мандарин. Вот, я их не ем. Вот, тут же есть какие-то фрукты, я их называю яблочки. Вот такие вот по форме, как слива, зеленые. Мякоть, как у яблока. А внутри косточка как у слива. Странный фрукт, я не знаю, как он называется. Я их очень люблю, потому что, ну, мне, короче, они мне нравятся. Они не очень притерные. Еще в колокольчике еще ешь. Вот, тут у них сейчас, да. Потом водяное яблоко. Сейчас покажу водяное яблоко. Прикольно, потому что фрукт, он не очень притерный. То есть я выбираю непритерный, в котором не очень много сахара фрукта, потому что я их большими количествами ем. И просто если сладкое, ну, не очень хорошо, столько сахара. Сейчас покажу водяное яблоко. Поделись с нами. Сейчас вот эти, как купили на рынке, 60 бат килограмм они стоили. Вот такие, как колокольчики они. Вкусненькие, мне нравятся. Такие вот. А вот обычные яблоки здесь стоят дорого. Их не выращивают. Их они импортные только тут. Обычные яблоки тут дорогие. Но я, честно говоря, в Турции, кроме яблок, практически ничего уже не ела. И с фруктов в последнее время. Поэтому я яблок наелась, мне кажется, на много лет вперед. Поэтому мне их вообще не хочется. А раньше я даже покупала иногда здесь яблоки. Они даже на груши похожи чем-то. Эти колокольчики. По внешнему виду. Еще из необычных фруктов, да, здесь чего-то необычного есть. Сейчас аппетит испортил. Раньше сручковую фасоль покупаю. Мне нравится. Сейчас покажу. На личинке книги. А сручковой, кстати, фасоль у меня. Вот я овощи люблю тушеные есть. Я вот сручковая фасоль вот так выглядит. Прикольно, мне она нравится. Вот такая связочка стоит 10 бат. Это мне вот как бы я же добавляю. Я же не только это ем. Поэтому мне хватает на несколько раз вот такой связки. А баклажаны здесь не такие, как везде. Они необычные. Они, кстати, вкуснее. Они нежнее и слаще. Вот такие баклажаны. Видите, длинные. Они длинные и зеленые. Вот. Вот эта связка на 20 бат. Вот так вот на рынке, на крестьянском примерно стоит. Ну, тоже мне не на один раз, наверное. Раз на три потушить. Картошка дорогая. Картошка на вес золотом. Да, картошка как бы не очень ходовой продукт. Они не очень едят. Поэтому она не видя продажа найти. Вот поэтому картошки мы стали есть меньше. Там все съел, картошку каждый день. Вот яйца продаются разные всех видов и мастей. Они очень любят всякие яйца ферментированные. Ну, вот, может, слышали в Азии, да? Тысячелетние яйца. Короче, яйца. Допустим, яйца вареные, а потом месяц их выдерживают в соленом растворе. Специфический очень вкус у них. Ну, кстати, прикольные. Они похожи, знаете, на что? На морепродукты по вкусу. Что-то в них есть. У них такой плотный белок, и он такой как солоноватый. Ну, прикольный. Что-то на соленых кальмарах похоже. У меня есть яйца ферментированные, называются золотые. Они желтые внутри. Я не знаю, как их делают. Но они тоже, кстати, довольно-таки щедобные. А есть еще черные яйца. Да, вот черные яйца я никогда не ела. Хотя мы однажды, по-моему, в Ваусе купили, что-то на пробу. Ну, мы, по-моему, не стали. Что-то, короче, вот, а, берем, черного цвета и такие прозрачные. То есть что-то они их долго делают, где-то тоже выдерживают. Вот эти вот черные яйца. И они как бы в магазине уже стоят, но на отдельных лотках. И они крашены. И вот черные внутри, они всегда в розовый цвет их красят, чтобы узнаваемо было. Вот эти вот соленые, вымоченные соленые яйца, белые. Но они отличаются по виду от сыровых яиц обычно. Сырые яйца обычно тоже продают. Вот. Сладкую зеленую гуау с этими специями. Я не знаю. Я пробую, по-моему, гуау, что она мне не произвела впечатление. Ну, кстати, в основном сезонные фрукты продаются. Вот, например, есть, например, сахарное яблоко. Оно осенью только продается. Да, и оно так специфическое. Я хочу сказать, вот таких экзотических фруктов больше было в Вьетнаме. Он был сметанное яблоко, фрукт. Он такой длинный, вот такой вот. Когда он спелый, у него получается мякотый, как йогурт. Очень вкусно, кисло-сладкий. А в сирине еще косточка такая гладкая, красивая. И вот этих частей много как бы в этом фрукте. А снаружи он такой большой. Он мог больше килограмма даже весить. Это только я ела во Вьетнаме. В Вьетнаме было, конечно, повкуснее, но тогда я еще сыроедила. Вот. Ну, как бы хватает. А, этот еще, джекфрут, очень вкусный. Но я его не ем, потому что он слишком сладкий. По-моему, от него у меня я вся всегда чесалась, еще когда даже сыроедила. Вкусный фрукт. Не всем он нравится по вкусу, по запаху. Вот. Ну, прикольный. Мне, конечно, нравился на сыроедине. Кафе называется «Дурианизм». А, ну, дурианы, да, но они дорогие, конечно. Мы сейчас их не едим. На сыроедине не покупали. Дыньки. У меня много видов дынь, но они такие дорогие и не очень вкусные. Арбузов много видов, да. Желтые есть арбузы. Кстати, я люблю желтые арбузы. Прикольные. Я, кстати, даже в России покупаю. Желтые арбузы люблю. А помнишь, у меня видос есть из Вьетнама? Фрукты Вьетнама. Я прям показывала. А, сейчас еще сезон мангостинов. Мангостинов. Ну, странный фрукт, там очень много отхода. И как бы там чисто поваловался. Когда-то я его ела, даже когда-то его в сезон даже прямо дешево продавали. А потом почему-то он пропал даже зимой. Я помню, сезон неурожая мангостинов. Был такой момент. Ну, прикольный фруктик, мангостин, да. Ну, я говорю, там просто такие... У него большая очень... Он как орешек такой круглый. Разламываешь. И там дольки такие, как апельсиновые. Вот такие, только беленькие. Кисло-сладкий такой прикольный. Но получается отходов... То есть эта сезонная часть, она очень маленькая внутри. То есть вот это вот все получается шкурка. Толстяная такая шкурка. Или это бывает до сантиметра толщиной. Ну, и как бы смысл покупать тоже, если бат по 40, как бы там есть нечего. Ну, короче, я не знаю, я не страдаю, короче, по вот этому вот экзотическому. А, ну, такие китайские груши тут продают все-таки. Вот эти водянистые, круглые, сладкие тоже как-то есть не очень. А, белые гранаты. Вот, кстати, я купила сегодня эти белые гранаты. Белые гранаты вкусные очень. То есть они не красные, они белые, они другие. На вкус интересные, мне нравятся. Они продают по две штуки 20 бат. Они не кислые. Не, они вообще без кислоты. То есть они прикольные, такие нежные, сладкие вкусы имеют. Белые гранаты. Китайские. Черные перепелиные... Нет, перепелиных тут черных я не видела. Но тут обычные перепелиные продаются, только сырые. Черные только куриные продаются. А, были в вакууме в Китае, в Сингапуре, в Таиланде. Я не видела перепелиных черных яиц. Может быть, бывает? Может, они тоже крашены? Может быть, не находили пока? Ну, нравится тут много этих горячих источников у нас вокруг города. Поскольку тут горы, да, и там всегда корзинки такие плетут. И продают перепелиные яйца, чтобы варить в источнике. Нам надо съездить. Мы любили ездить в те времена раньше на эти источники. И там тусоваться. Там прикольная такая всегда атмосфера. Очень отдыха. Такие парки делают. И такие места, где эти яйца можно варить. Прямо в воде, которая вот эти горячие ключи бьет. 108 градусов источника температура бьющего из-под земли. И вот в нем эти яйца варят. Там же всякие купальни сделаны, вот эти термальные. Когда холодно зимой, даже многие любят ездить туда греться. А то полгода пропадает. Ну, все, наверное, заканчиваем уже. Овтянная выращивает клубнику, когда сезон. Выращивают, да, продается сейчас клубника. Она, ну, как бы после Турции я по клубнике не страдаю. Она менее вкусная. Здесь целые клубничные плантации. Прямо деревнями выращивают клубнику. Да, зимой, по-моему, у нее сезон. Потому что сейчас я вижу. И она такая, знаете, на вид она белесая. То есть она такая белесая и чуть-чуть розоватая. То есть она не бывает тут красной. Это такой сорт. Но по вкусу она всегда как будто зеленоватая. Вот. В общем, клубника. И она дорого достаточно стоит. А ничего не поменялось, блин? Потому что у нас же вертикал. Ну, блин, не поменялось. Что-то поменялось. Вот. У нас просто он приблизил. Мы увеличили. Вот. Поэтому клубнику я тут не покупаю. Не вижу смысла. В Турции была хорошая крупная красная клубника. Как бы я ее практически не ела. Не очень. Не очень я ее. Винограды тут импортные. Продаются очень дорогие. Винограды тут местного не выращивают. Вот яблок не выращивают. С виноградом проблема. Виноград экзотика. Очень вкусная курица-гриль. Макароны тоже экзотика. Короче, курицу-гриль, как они делают? Они в нее загоняют какой-то как чесночный соус внутрь. Как мелко перетертый чеснок. Видимо, типа как шприцом как-то. Потому что ты ешь, и вдруг в середине в мясе прям вот вставка этого чеснока. Очень вкусные курицы-гриль. Невозможно. А цена? 130 бат. Мы сегодня увидели курица, да, целая? Да. На 2,5 нажать дешевле, чем в Турции. И они крупнее, главное. Я в курице-гриле ем только филе. Я не ем ни шкуру, ни ноги. Берем только филе. А я что-то в Анталии последние разы брала. Там как бы каких-то совсем молодых цыплят продали. Там не было филе практически. А тут я взяла и прям ее несколько дней это филе ела. То есть у них они такие грудастые, эти курицы, большие. Вот. Бройлеры. Да. Курицу-гриль, конечно, мы любили во все времена. Надо поехать на Сенкомпоент, на источники яйца поварить и курицу там сожрать. Там курица всегда была. Да. Вот, наверное, на неделе поедем. Хорошая идея. Все-таки разберемся с заказами и с продажами. Ну да. Все. Пока-пока. Всем продаж. В следующем воскресенье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok